Марина Эльденберт. Мой лорд из другого мира. Глава первая. Понимаешь, Юль, есть люди, которые в прошлой жизни были великими. Вот они и в этой станут великими. Им это предначертано. Последнее слово Вита выговорила с трудом по слогам. Еще бы, после семи коктейлей. Я бы после такого вообще из ресторана не выползла, а она умудрялась философствовать. Лена со Светой давно сопели и похрюкивали на заднем сиденье моего Хендай Гетц. Только двоюродная сестрица решила, что нужно взять от девичника все. Ведь замуж выходит один раз и на всю жизнь. Вот ты веришь в Рика Рема Реацию? Реинкарнацию? Ага, верю. Заодно в русалок в ванной, дымовых под кроватью, путешествия во времени и в то, что мы не одни во Вселенной. Впрочем, последнее вполне могло оказаться правдой. Нет. Зря! Взвизгнула пьяная Витка так, что ее длиннющие локоны закачались в разные стороны. На окрашивание во все оттенки шоколада подруга потратила больше денег, чем на свадебный торт, но результатом оказалась довольна, и теперь убеждала меня сходить к парикмахеру от Бога, сделать стильную стрижку. Меня же устраивало мое коре и свой цвет пепельно-русый. Я по телеку передачу смотрела, не унималась Вита. Про сверх... Про сверххерст... В общем, сверх. Так вот, душа может выбирать себе тело, как ты себе джинсы в магазине выбираешь. Прикольно, правда? Впору радоваться, что в собственной однушке вместо телевизора два книжных шкафа. В книгах сказки лучше и с хорошим концом. В жизни все по-другому. Нет, не так, как в газетах и вечерних новостях, просто скучнее. Дом, работа, родственники, кино или кафе по выходным, иногда фитнес-центр. А в книгах приключения, романтика, отчаянные герои и коварные злодеи. Даже жаль иногда, что ты уже выросла и на волшебство рассчитывать не приходится. И души великих вселяются в тела детей политиков и нефтяных магнатов? Точно. Вита расплылась в улыбке, словно узнала, что в прошлой жизни была Клеопатрой. Но она тут же это опровергла. Нам повезло меньше. Если мы — это мы, значит, ничего крутого нам не светит. Ну почему? Вон как луна круто светит, и звездная россыпь на небе. В городе такого не увидишь. Пустая дорога так и манила увеличить скорость, но я не привыкла нарушать. То есть из грязи в князи не выбиться? И никаких больших приключений? У подруги вдруг стал такой несчастный вид? Вот-вот расплачется. Только этого не хватало. Быть трезвым в пьяной компании — то еще удовольствие. Но я сама предложила отвезти нас к Вите в коттеджный поселок. Кто же знал, что их всех так развезет? — Угу, — проворчала Вита и уставилась в окно. А я, едва тронулась с места, громыхнула так, что заложила уши. Ослепила, словно кто-то запустил новогодний фейерверк из кустов. Вдох. Инстинктивно выкручиваю руль. Звуки возвращаются. Подрагивают стекла. Покрышки жалобно визжат, а рядом визжат в три голоса подружки. Даже попадают в такт. Силюсь к ним присоединиться, но не могу выдавить даже писка. Внутри все скручивает от ужаса. В глазах темнеет, а сердце бьется в районе горла. Мамочки, надо пригнуться, вдруг еще бомбанет. Только руль оторвать, то есть руки от руля. Что это было? Прохрепила Светка совершенно трезвым голосом. Вот и я хочу знать. Взорвалась цистерна с газом? Или что похуже? Молния ударила. Это уже двоюродная сестра. Ага, молния. В конце октября. Что бы это ни было, нужно отсюда убираться и как можно быстрее. Машина отказывалась заводиться, мотор тут же глох, сколько я не пыталась его оживить. А подружки давно пришли в себя и теперь бурно обсуждали неизвестный всплеск, кроме Ленки. Судя по всему, то снова отключилась. «Смотри, там что-то есть!» Кивнула на дорогу Вита. Как только разглядела. Я осмотрелась, но не заметила никаких горящих цистерн, ни котловин от взрывов, просто темный силуэт в сфере фар. Страх впрыскивал адреналин в вены, поэтому коленки продолжали подрагивать, а ладони взмокли. Но здравый смысл напомнил, что опасности нет. Всего лишь какой-то силуэт, появлению которого предшествовала молния. Из чего я вообще взяла, что они связаны? Если это не Тор, то и делать здесь нечего. А что? Кажется, в фильмах и комиксах так обычно и происходит, вот только я в реальности живу. Я взяла сотовый и вышла из машины. Нужно посмотреть, в чем дело, вызвать эвакуатор, а заодно и такси. Несмотря на то, что внутри медленно закипало раздражение, поежилось от холода. Черт меня дернул надеть короткую юбку и тонкие колготки. Два часа ночи, октябрь, безлюдная трасса, вокруг поля. Заглянуть под капот я не успела. Бросила взгляд вперед на тот самый странный силуэт. Там и правда человек. Увы, никаких золотоволосых богов с внешностью Криса Хемсворта. Да и мало она походила на богиню. Особенно, когда я рассмотрела ее получше. В том, что эта женщина, сомневаться не приходилось. Взять хотя бы темное платье, затянутый на талии корсет и длинные растрепанные пряди волос. Да уж, одета она странно, словно сбежала с вечеринки, хотя до Хэллоуина еще неделя. Одежда испачкана. Ее что, выбросили из машины на полном ходу? Вот твари! Юля, что ты делаешь? Я вздрогнула от крика Виты, которая выбралась из автомобиля следом за мной. Тут девушка, звони в скорую. Вдруг это пришелец? Конечно, пришелец. А может, и маньяк-убийца. Телевизор меньше смотрела бы. Пробормотала я, подбегая к незнакомке и опускаясь на корточки. Незнакомка резко вздохнула и закашлялась, будто до этого не дышала, а затем впилась руками в мое предплечье и выдала какую-то длинную фразу. Я неплохо понимала английский и могла отличить французский от китайского, но этот язык мне был незнаком. Кажется, девушка это тоже поняла, поэтому прикрыла глаза и нахмурилась. Я же ждала, когда она отпустит руку, но не отбиваться же, и надеялась, что полиция и скорая приедут быстро, а вот надежда на то, что я скоро окажусь дома, таяла на глазах. Незнакомка распахнула глаза, отодвинулась, стерла кровь со щеки и вдруг спросила. Где я? Четко, по-русски, совсем без акцента. Я заморгала, потирая затекшую руку. Чем же ее накачали, что даже не помнит, где находится? В России. И почему-то добавила «планета Земля». Что за чушь я несу? Это все ввидка со своим сверхъестественным. Девушка тем временем дотронулась до украшения на левой руке браслета не то с крупной монетой, не то с медалью. Оно медленно замерцало, и по поверхности потекли зеленые и голубые прожилки, сложились в причудливый рисунок песочной часы. Я зачарованно наблюдала за часиками. Голубого внизу было значительно больше, чем зеленого сверху. Это игра какая-то. Сейчас столько народу увлекается квестами, получают свою долю адреналина. А здесь, судя по костюму, фестиваль, стимпанка. Может, они тоже игры устраивают? Не успею. Тихо пробормотала незнакомка и снова схватила меня за руку. Эй, осторожней, синяки оставишь. Раздражение накатило удушливой волной, как-то сразу расхотелось играть в спасателя, особенно когда девушка вонзила свои длинные ногти в кожу и резко защелкнула второй браслет на моей руке. «Подойдешь». И я заорала. Не столько от боли, сколько от ужаса. Словно лозы по руке поползли голубоватые линии. А потом мир кувыркнулся, как на бешеном аттракционе, который я терпеть не могла. В глазах потемнело, чтобы через секунду все вернулось в норму. Разве что теперь меня мутило, но это не значило ровным счетом ничего перед тем, что я смотрела на себя. «Мама!» Немного взволнованную, сидящую на корточках, вырывающую руку из моей же хватки. «Мама!» Я вскрикнула, отшатнулась и отползла подальше. Точнее, хотела бы отползти, но не позволили длинные юбки. Что за фигня? Уставилась на руки со слишком тонкими для меня пальцами. На изящном запястье сияла медаль, теперь мигающая фиолетовым. Как-то резко мигающая, тревожно. Никогда не страдала низким давлением, но сейчас в ушах шумело, словно я нырнула под воду, с губ сорвался придушенный писк, а все слова разом вышибло из головы. Я сплю, потому что такого просто не может быть. Не может, не может, не может! Я, то есть другая я, подобрала с земли какой-то сверток и бочком отходила в сторону, а мне оставалось только ошалело хлопать глазами. Вита замерла возле моего Хёндая, чуть дальше остановился черный джип. Ноги отказывались повиноваться, комок в горле мешал глубоко дышать. Или дело было в сгустившемся воздухе, в навязчивом запахе озона, как во время грозы. Так, собраться, вздохнуть поглубже и... — Помогите! Мой крик потонул в новом взрыве. Меня, как и в первый раз, ослепило, волной толкнуло в спину и протащило по асфальту. Волосы давно растрепались, засланяя обзор. Попытка подняться едва не стоила пары прядей. Наступила на них ладонями. Ойкнула. Ладони тоже оказались стесанными. Песочные часики перестали мигать и теперь отчетливо горели красным. Сверху что-то пролаяли, иначе и не скажешь. Я резко вздернула голову и до пят облилась холодным потом, даже, кажется, от страха примерзла к земле. Прямо в небе парила неведомая фигня. Как еще назвать летающего осьминога величиной со слона? Оно раскинуло щупальца в разные стороны, концы которых источали сияние. Сложите оружие и не оказывайте сопротивления. Я вздрогнула. Осьминог продолжал лаять, но теперь я его понимала. Нарушитель, вы задержаны за попытку побега и отказ сотрудничать со стражем правопорядка. Нарушитель? Это он про меня? Никакой я не нарушитель. Меня зовут Юлия Беседина. Я даже на красной всегда останавливаюсь. А также за нарушение первого закона объединенных миров, несанкционированный переход в неизвестное измерение. Границу без визы перебежала? Границу между мирами? Мирами? Подождите! Наконец вытолкнула я, в надежде, что нечто меня поймет, и ткнула пальцем в своего двойника, которая почти добежала до моей машины. Это какая-то ошибка! Вам нужна она! Не станут же пришельцы похищать невиновного. Или станут? Щупальца потянулись ко мне, словно паук к мошке, на ходу сплетая ярко-голубую сетку. И тут я заорала, чуть сама не оглохла, а вот осьминогу было все равно. Он подхватил меня и стал заматывать в сетку, осторожно так, как новогодний подарок возлюбленной. Я орала и билась, но вырваться из сильных лап не могла. Небо и земля менялись местами, воздуха в легких не хватало, а потом мир ярко вспыхнул и рванул вниз.